Увидеть этот и другие ролики раньше без цензуры и рекламы можно в приватной телеге из описания. Как это вот логически объяснить по РП? Видят только ГОСы. Быстро зашел, быстро зашел. Быстро зашел. Быстро зашел, раз. Быстро зашел, два. Я понял. Убил нахуй. Зашел быстро. А я и не вышел никуда. Заход сидишь. Без проблем, слушай. Ну, если ты по деймить сюда зашел за ГОСа, без проблем. Вообще ни единой проблемы нету. Три часа наиграла говно это на серваке. Че это вот было вообще? Мне интересно. Не, я понимаю, если б я выбежал, еще бы кинулся на них драться, да? Но мне как бы драться нечем. Андрей Митхен. О, он опять на наборке? Взяли. Привет. У меня получается жалоба на игрока Аленочка. Вот его айдишник. Жалоба у меня на то, что мы в тюрьме находимся. Они сами открывают, берут двери в тюрьму. Ну, имею в виду там проб такой, ФД. Кто-то открывает, даже может даже не они, да? Условно. А челики выбегают, они их берут сразу же, расстреливают. Хотя такого закона про неподчинение нету, типа расстрела. Там только тюрьма. Да и тем более они должны отсчитать и только использовать тазер и наручники с арестом. Но не расстреливать людей. И перебиваете его первую переду. Затем я, получается, стою. Ну вот смотри, представь, что тут вот эта вот линия, эта линия, здесь заканчивает, здесь располагается ФД, которая ограничивает тюремный блок от остального ПУ. Я стою где-то вот здесь вот, я никуда не выхожу все это время. Он мне говорит, зайди обратно, я говорю, я никуда и не вышел. И он берет меня, убивает вместе с другим челом, который просто выбежал оттуда и все. Я ему сказал зайти в камеру обратно, ну, он не стал, удался выбежать, я его убил. Скорее всего, его случайно задел. Нет. Да, скорее всего. А как ты это... Ты его расстрелял? Чела, который выбежал. Чела, который выбежал. Вы расстреляли, взяли. И пока я просто стоял, наблюдал и никуда не ходил, ты навелся на меня и убил меня так же. Кого-то там случайно задел, я тебя умоляю. У тебя откат есть? Что? У тебя откат есть? Дэмор и кюз. Чё, издеваешься? Ну, можешь честно сказать, что ты просто дэмишь людей, которые выходят из тюрьмы, вместо того, чтобы их арестовывать. Ты обязан людей арестовать за побеги, а не расстреливать. Я ему сказал встать лицом к стене. Раз, два, три. Он начал убегать от меня. Я по нему начал стрелять, потому что начал убегать. У меня не было попытки, в руках было только М4. Подожди, но жалобу подать. У меня не было попытки за тазера. Жалобу подать на ФРРП его и всё, он больше не будет никуда выбегать. Он никуда с бана не выбежит. Ты вместо этого его расстреливаешь несколько раз. Так я же тебе говорю, несколько родителей раз я его убил. Ну хорошо, его один раз, меня один раз, другого челика один раз. Итого три убийства. Он же сам этого как бы не отрицает. Просто, ну, по логике, людей сажать надо за неподчинение. Ты берёшь и расстреливаешь. Был бы закон такой, была бы диктатура, я бы ещё понял, возможно. Пусть и был бы недоволен. Тем более, ты не тюремщик. Для тюремщика есть отдельная профессия. Какого хрена ты тюрьмой управляешь? Зашёл, вышел. Ты занимаешься не тем, что тебе предписано профессией. А вы никак не можете показать мне демонстрацию экрана? Да, ну, был бы аналог какой-то дискорда, либо, ну, не знаю, разблок дискорда, я бы показал бы с удовольствием. У меня на демке всё сохранилось. Но чел говорит, что он расстреливал. Ну, подожди, он говорит, что он расстреливал. Слышишь, как я могу случайно умереть от того, что ты на меня навёлся, после того, как вы убили этого челика, который второй раз сбежал, и ты убиваешь меня. Как я могу случайно умереть? Ну, логи, типа, не напишут же, тоже случайно умер. Да ты его уже убил. Ты потом на меня смотришь, я стою за, за заграждением этим, и ты убиваешь меня. Я тебе говорю об этом. Ладно, РДМ он признаёт. Бан, отку, прощением. Бан. На детскую площадку идите. Ну, шо за чёс дешёвый, я не могу понять. Ну, три часа ты наиграл, но зачем ты пытаешься это делать? Не бери профу Госса, если ты не умеешь играть на этой профе, если ты не понимаешь тонкостей и принципов основных игры за эту профессию. Ребят, подкиньте деньжат, пожалуйста, у кого есть. Я только недавно приехал. Давай подкину, братиш. Можете подкинуть деньжат? Да, братиш, ща. Спасибо. Спасибо. Щас мы попрошайничаем немножечко. А то у меня, ну, вообще денег нету особо. Чё я тут куплю за 50 тысяч? Денег можешь дать просто чуть-чуть? Тысяч пять хотя бы. Ммм, пиздец. Ого. Ого. Да у меня полтинник всего лишь, почекай. У меня денег хуй, да не хуй я. А, всё равно 15. Ну, хорошо, заберёшь эти 15, пи*** будешь. Смотри. Забираешь 15, будешь пи***ом. Всё, теперь ты пи***. Поздравляю. За чё убили? Я ж деньги скинул. Посмотри, кто меня убил по логам. Посмотри, кто убил меня. Я просто предупредил. Я ему, я попросил просто денег немножечко скинуть мне. У меня денег не особо много. Он начал стрелять по челику, светить оружием при людях в бедном районе. Прибежал меня грабить на 30. Я говорю, у меня 30, ну, у меня 30 есть как бы, но у меня всего лишь 50 в кармане. Он говорит, ну, тогда 15. Я говорю, ну, хорошо, 15 заберёшь, пи*** там будешь. Я скидываю ему 15 тысяч. Он их забирает. Я его предупредил, что он пи***. Вот, он их забрал. Я говорю, ну, всё, поздравляю тебе, пи***. Он берёт меня, убивает. Чё ты за хуй? По вашему снигу, пи***? Слышишь, это ориентацию-то себе уже не вернёшь после этого мула. Ты понимаешь это, нет? Советую поменять ник в кратчайшие сроки. Я вграбил, он меня скрубил. Ну, и чё дальше? Мне кто-то запрещал. Ты мне сказал только, это деньги тебе скинуть, я тебе скинул деньги. Роботская, у тебя логика роботская, ты в курсе, нет? Ну, новелла, как бы человек сам правил убирать свой с модом таким играть или нет? Ты подобрал, ты выбрал свой путь. Дальше двигайся по этому пути, но, как бы, банчик обеспечен. А, не обязан оставлять в живых? Вот тут он немножечко заблуждается. Правила обязывают тебя оставлять в живых того, кого ты ограбил. И сделано это не столько для того, чтобы с тебя ещё лишняя какая-то сумма при смерти не вывалилась. Сделано это для того, чтобы ты мог потом пойти пожаловаться в полицию, например. То есть, это РП-момент. Но человек решил РП пренебречь, а просто потулиться на сервачке. Но теперь, благодаря этой транзакции, он теперь будет тулиться в другое место. И пока ещё неизвестно, будет он тулить или будут тулить его. Не, я не свидетель убийства. Не, я не свидетель убийства. Ты там побежал за челиком в тоннельчик, я дальше своего тоннеля, в котором ты меня грабил, не выбегал никуда. Я не видел, кого ты там убил. Ты стрелял по кому-то, но я не знаю точно, убил ты его или нет. А чем ты докажешь, что я видел? Ты признаешь свою вину? В смысле нет, подожди. Не, ну подожди. А как это, блядь, выходит вообще? Подожди, ты сказал... И хватит на тухой. Ты его убил из-за того, что он тебя назвал Пин. Потом ты начал говорить то, что на тебя напал битмайнер, ты его убил и ты убил его как свидетеля. А нафиг ты меня грабить тогда решил? Типа и рыбку съесть, и нафиг сесть или чё? Ну со вторым у тебя сейчас проблем не будет, я чувствую. Первое ты съел, это 15к, ну такая себе рыбка, знаешь, 15к. Всё, в общем, выноси вердикт, пожалуйста. 10 минут на этот бред тратить, ну это слишком. Даже для меня. Я просто, я не вижу личного интереса и мотивации в том, чтобы учить 100 часов челика на серваке правилам, которые он не удосужился сам открыть когда-нибудь и прочитать, ну правда. Базовых вещей, блядь, не понимать, которые уже на почти каждом втором серваке установлены. После ограбления нельзя деймить людей. Да банк, конечно, у него столько времени будет правила открыть. Эмм, такие вкусные штучки, 7 штук. Пистолеты, 8 штук, пачка, я их покупал, и дай мне 6. Давай, там чел снайперской винтовкой, нагнись быстрее. Да его шо, ебёт разве то, что мы делаем? Ну давай сейчас пиццу. Ну чё это, блядь? Продай мне пистолеты просто, продай пистолеты, продай пистолеты. Подарок. Ублюдок ебаный, вот эта вот бомба раскидывает свои пиццы на снифонах. А ема тут всё подорвал ложь. На хуй он это делает вообще. Ладно, хорошо, меня наёмник убил. А это чё за чёрт, я пью его? Я хочу просто узнать, ну, как его из писты вытаскивали вообще. Ну, нормально всё прошло или с осложнением? Не надо такое, не надо такое. Здарова, а чё ты делаешь-то с лэмками? Зачем ты закидал нас с лэмками на улице? А, просто пранк. Понятно. Короче, это я жалуюсь на РДМ, фридамаг и нон-РП. Ну, или армит РП, там, если есть у вас армит РП. Не, ну, крышу, которую он съедовал, в чём прикол является общественным местом? Вот эта крыша, где лестница и курс. Ну, смотри, вот список. А, получается, Йор, признаёшь все эти нарушения? Признаю. Какой-то даун, ебаный, блядь, ты отец. Ну, признаю. А, признаёшь? А может, откуп? Не, не-не. Не, а чё ты тут... Да в бане посидишь, он нормально. Он же выше раунгом. Получается ещё слэм-абус. Я чё-то сру. А, ещё слэм-абус, точно. Чё-то я упустил это, я забыл про это. Эй, туалет, не удаляй. Да, блин, дайте посрать. Я здесь лучше навалю. А, это рецик у него, я понял. Бан выбираем всё-таки. Да, да, банчик. Тем более, если рецидив, если речь о нём идёт, конечно, бан. Две слэмки челик закинул, понимаете? Две слэмки, неделя бана, моментально. Похеру, что он откупится. Ну, результат сам важен. Хотя, да, к результату относится и то, как он этот бан обойдёт. Он откупится, он бабосик потратит на это. Потрошим кошелёчек, дебила. Супер, ты прикинь? Ты прикинь, чего стоили этому дурачку две слэмки? Ну, это пиздец. Мозги есть, нету. Конечно, нету. Возвращай, спасибо за разбор. Да, да. Но ведь реально дебил какой-то, правда. Согласитесь. Согласитесь, дебил какой-то. Какие-то, сука, безумцы, сбежавшие из леса, блядь. Я по-другому не могу сказать. Ой-ой-ой, ты чё, ты чё со стволом? Эй-эй-эй. Тихо. Тихо. Эй-эй-эй, убери. Эй, убери. Убери ствол. Убери его. Убери ствол, говорю, ты. Нет. Какая-то свинота меня убила. Либо он, либо он. В принципе, на них обоих похоже, ну потому что юзеры зашли подэймить. Какой он купить, купить? Не знаю, у блюда какой-то еб*** убил меня на ФБИ. Я думал, что Вейзер сервак для Тулева с элементами РП, но нет. Дарк РП вкладка это серваки для Тулева с элементами РП. Я бы зафризил его, слышишь? Я бы зафризил. Это он псих, блядь, сбежавший из леса. Нет, он секретный агент замаскировал. Ага. Я в мэрии попросил ФБРов убрать оружие, но не наставлять его на меня. Он убил меня и все. Да, мы подаем жалобу по поводу РДМа. Да, тут РДМ это один килл считается. Да, его должны наказать за этот РДМ, но что мне мешает накрутить ему еще несколько нарушений за то, как он наплевал на правила, на комфорт других игроков? Ничего, ровным счетом, абсолютно мне не мешает так делать. Вы скажете, это душнилова, на этом серваке это порицается. Да, почти на каждом серваке уже есть это правило, и оно не работает, если знать, как правильно его обходить. Сейчас я не буду делать ничего такого, что прямо будет его выстегивать на какую-то реакцию. Нет, я буду просто завуалированный, немного подшучивать над ним, чтобы ему стало немножечко неприятно. И единственное, чем сможет этот обезьяна ответить мне, это просто меня убить на жалобе. В общем, смотрите и учитесь, пожалуйста. Надеюсь, вам это пригодится, но только в благих целях. Я его не понимаю, пусть выребит твой смод. Я не помню. Это было только что. Это было только что. То есть ты сказал, что ты его не убивал. Ну, может убил. Не знаю, я не отрисаживаю, что я его убил. Я не помню за что. Да, вот этот, всякий, вот этот всякий есть. Да, он деймит просто, сервачок ходит и на жалобах потом прикидывается дурачком, что он ничего не знает и не помнит. Но это было только что. Ну вот, перед тем, как ты меня... Моему это оскорбление. Чего ты взял, что ты дурачок? Я сказал то, что ты им прикидываешься. Да, я вижу, да, я тебе пойму. Быть умным, это вовремя прикинуться тупым. И ты как раз таки сейчас им прикидываешься, значит ты умный. Я тебя что, умным оскорбил или что? Ты что, Иван Зола? Я не х** понимаю. Да ты, конечно же, ничего не понимаешь. Ты понимаешь только то, что тебе выгодно понять. Например, то, что тебя якобы кто-то оскорбил. Ну, пожалуйста, все, перестань. Забудь кнопку микрофона, умоляю. Найс, конечно, разборочка. Конечно, найс, разборочка, слушай. Чао, ты свой смотом. Чао, я свой смотом тебя обоссать, в принципе, в состоянии. Но я этого не делаю чисто из уважения к тому, а говорит не понимает. Все, отлично. Ну, это перебанчик, ребята, это перебан уже. Ну, в принципе, схемка моя работает. Я же говорю то, что он деймит. Мне же надо было как-то это доказать. Я вот доказал таким образом, потому что это пи***. Урожайный день, очень спасибо. За 6 минут челик она неадекват развел. Супер, вообще. Я от себя такого не ожидал, ребята, если честно. Остальное времяпровождение на серваке у меня было не таким интересным. Меня вот только что бахнули по заказу. Потом я побегал на серваке. Меня ограбил какой-то челик за полицейским участком. И я впоследствии взял госпрофессию, потому что наиграл достаточно времени на этом аккаунте. Попинав болты таким образом минут 30-40, я не нашел ничего интересного, пока не встал на профессию ГОСа. И тут немножечко, пару-тройку ситуаций вам покажу. Затем мы перейдем к геймплею на втором в Астерпе, потому что на первом буквально нечего ловить. Я просто смотрю на сервак, пишется 50 человек. И человек 15-10 из них, я понимаю, там стоят в АФК, накручивают часы. Других 5-10 человек стоят в админской профессии. И, соответственно, должно быть 20-30 игроков, которые бегают по карте. А я их не вижу. Я не понимаю, что это за онлайн такой. Вроде бы нормальное количество людей, но на карте почти никого нет. Что вы делаете? Что ты бьешь? Хулиганство. Ты его лицом не поставил. Ты уже его поставил. Хулиганство. Ты его не поставил, а я тебе сейчас угол. Было бы за что. Ты его поставил уже лицом к стене. Ты что, издеваешься? Или он тебя послушал? Что ты за хуйня несешь? Надо было сказать лицом все расы. Да нахуй еще поучи меня, слышишь ты. Ты с конусом на башке дорожным ходишь, и ты меня учить жизни будешь. Ты ебаный псих, отстань от меня. Ты сбежал с леса, что ли? Ты не знаешь, как с людьми общаться или что? Тихо, партизан, партизан. Он все правильно взял. Он просто правильно взял. Молодцы. Такой он дохера правильный, да? Давай жалобу еще подай по этому поводу. Я посмотрю, что ты потом скажешь на мое утверждение о том, что ты людей провоцируешь на госпрофессии, и потом стреляешь по ним, чтобы они танцевали. Вот, пожалуйста, обезьяна с пистолетом. Типичный представитель Дарк РП вкладки. Он кого-то режут. Никого не режут. У нас человек просто чуть-чуть влекал. Я календарь. Лицом к стене становись. Лицом к стене становись. Я, 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 я. Он мне продал что-то покрепче. Лицом у стены стой. Лицом у стены стой. Не поворачивайся. Да он мне продал что-то покрепче. Что такое? Он наркоманик. На пистолет у тебя есть лицензия? У меня не, эмм, панон РП это донатное оружие. И что дальше нахуй? Я его видел, блядь, у тебя в руках, как ты с него стрелял. Это донатное оружие, ты совсем, это донатное оружие. Лицензии нету. Я с него не стрелял. Да, 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 да. Расскажи мне, не стрелял ты с него. Неадекватное поведение и использование оружия. Панон РП это донатное оружие. Ну, как бы, хорошо. Здравствуйте, налажал бы за фритайзер. За фритайзер? За фритайзер отдал его товарища. Да, за фритайзер отдал его товарища. Он начал размахивать оружием в общественном месте, при людях. Вот, и получается, за это и получил фритайзером. Человек опасный, с оружием, ломает чужое имущество. Несмотря на то, что там присутствует госсотрудник. То есть его это не особо пугает. В чем, то есть, мой фритайзер неоправданный? Ура, у нас на экраны есть? Да. А в чем мой фритайзер неоправданный? У меня вот вопрос такой. У меня нету дискорда. Кроме как в дискорде я не смогу просмотреть жалобу. Что? А в чем, по-твоему, мой тайзер неоправданный? Что мне надо было сделать над вами? На моем месте я не слышал, во-первых, к стене лицом. Во-вторых, я так стоял лицом к стене. Я просто ломал, просто ломал телек. С какой целью? С какой целью ты ломал телек? Это вас не интересует. В смысле? Это относится к жалобе. Ты за это сел в тюрьму. Мне интересно причина того, что ты делаешь. Почему ты размахиваешь оружием просто так? Я сейчас так считаю. Захотел, чтобы вы не втыкали. А, хорошо. Неадекватное использование оружия. Теперь это уже меня интересует. Теперь это уже меня интересует. Зачем ты ломал телевизор? Потому что они следят через телевизоры на входе. И имеют право. В случае, с телевизором можно ходить. Вот эти ваши имеют право, меня бесят. Тебя это как бесит? Я не пойму. Тебя это как касает? То, что там у кого-то камера стоит. Тебе для чего надо было ее ломать? Ты ограбить кого-то собирался? У меня на камере показывало. У тебя на камере не видно лица, так что никого не видно. Тишина. Значит, я не вижу смысла разбирать эту жалобу. Если нарушение есть, то оно не серьезное. Самурай, я закрываю жалобу. Спасибо за обращение. Стаминный я... Извиняюсь. Бывает, товарищ щуги не несет. Жалобу подает буквально за ничто. Опа. Давай. Крутись, рулеточка. Я стану лудиком. Посмотрим, что мне выпадет в этот раз. Че? Что такое? Опа. 17 донат рублей. Да! Вот это огонь. Учитывая... Да, супер. Просто класс. Учитывая, какие цены здесь вообще. Овнерка. 2 тысячи. 3. 2. Тысяча. Триста. 600. Это капля в море. Косарь на оружие какое-нибудь. Одно. Ковбойка за 13 тысяч. Старая цена, типа, по скидке. 31.500 была. Сейчас 13. Да, скидки не кончаются. Профессия по 3 тысячи. Наверное, каждая продается. Ну да. Швы. За лупу раздаете игрокам какую-то на губы. 17 рублей с этого колеса. Так причем, понимаете, я бы еще понял нормально, если бы тут... Ну вот донат. Донат 4 секции из этого барабана, да? Не, я бы понял, если бы там секции 10 было с донатом. 10, ну 20. Ладно, максимум 50 рублей бы давало. Но это 17 рублей. 4 всего лишь шанса есть получить. Вот тут человек будет пытаться завуалированно рекламить вещества на своем помещении. Он написал это слово, немножечко поделив его на две части и думая, что к нему за это не прикопается. Никто и так делать можно. Но попытаемся переубедить его в этом. Им бы в наперске, блядь, играть тогда с такими призами. А, а, это... Гой, да, гой, да, гой, да, гой. А, ну, отсюда вообще криминал. Ой, все, уже уходил. Эдит. Это вообще криминал, криминал, криминал. А что у тебя за надпись такая? Лицом к стене встаньте, пожалуйста. А вы не имеете права, нет? Имею право. Вы написали у себя на здании, что у вас тут наркотики. Лицом к стене. Какие котики? Лицом к стене раз. Лицом к стене два. При себе имеется что-нибудь? Будете задержаны до выяснения обстоятельств. А выяснения обстоятельств? Нет, вы не имеете права. Вы у меня ничего не нашли. Ну, это парикмартерский, ребят. Ребят, у нас. Пойдем, пойдем, пойдем. За мной пройдемте. Не, не, это нормально. За мной пройдемте. Там уже поговорим, где меня шумно будет. О, ориентировка на вас поступила коса. Остановитесь раз, остановитесь два. Нету ориентировки больше. Не, ну это чертоплет, он подал жалобу. Ты вроде, да? Это ты был? Здорово. Ты РП процесс прервал, свои жалобы. И тем, что дотепнул, верни, мы доиграем. И потом уже разбираться будем. Ты РП процесс прервал. РП процесс ты прервал тем, что ты его забрал. Я с ним отыгрывал. Нет, это я понял. Можешь выключить свой саундпад или черт? Да, потому что у тебя очень сильно ладает микрофон. Хорошо, я буду ближе к микрофону сидеть, не проблема. Все, можешь тут садиться, мы с тобой побеседуем. С какой целью ты надпись эту сделал дома у себя? У меня магазин игрушечный. Ну, ты написал наркотики здесь? Нет, я написал котики. Ну, мне что, запись свою, да, с нагрудной камеры поднять или что? Ну, я не вижу ни в чем. Ну, ты просто одно слово на два составляющих поделил и одну половину слова поставил спереди. Стал спереди. Ну, бывает. Любой, даже ребенок поймет, что написано. Ой, да, ребенок поймет. Я вот еще раз тебя спрашиваю, ты для чего это написал? Я говорю, у тебя написано было то, что у тебя наркотики. Нет, где ты это увидишь? У тебя на доме надпись, я тебе еще раз говорю. Ты можешь не бегать туда-сюда? Ты можешь не бегать туда-сюда? В смысле, отвечать я тебе не хочу. Но ты в данный момент обязан, ты это понимаешь, нет? У стены стой спокойно. Нет, вы меня взяли в нарушение. У стены стой спокойно. Так я у тебя спрашиваю, ты с какой целью написал? Магазин наркотиков, правильно? Нет. Ну, что ты идиота из себя строишь? Нет. Любой обычный даже горожанин поймет, что там написано. Я пересмотрел свою запись и понял, что там написано котики, наркотики. Если совместить эти две части, получится соответствующее слово. Еще раз тебя спрашиваю тогда, почему ты пишешь открыто у себя, что у тебя дома нелегал? У меня что-то дома нашли, у меня что-то дома нашли, у меня при себе. Стой, иди гуляй. Первое предупреждение чуть-чуть повежливее. Я вежливаю, отговариваю. Но тем не менее, ты, грубо говоря, сам сознаешься в том, что у тебя там что-то есть. Для чего ты привлекаешь внимание полицию? Я тебе сам даю разрешение. Для чего ты говоришь об этом открыто так заявляешь, что у тебя дома что-то из нелегал? То есть, то, что у тебя на доме, ты не писал, типа наркотики тут. Вот следствие заблуждения, поздравляю. Человек так завуалировал то, что он хотел написать на самом деле. Чтобы просто-напросто не попасть под правила выставления криминальной деятельности на показ. Но ты хотя бы, может быть, понимая это, пожалуйста. Если он не понимает, что он пишет, якобы, но ты хотя бы как админ пойми. Смотри, то есть ты сейчас хочешь сказать, что он не может продавать котиков, которые просто... Ну, к примеру, как каракалы рычат. Какие, нахуй, коты, которые как каракалы рычат? Ну, пожалуйста, слушай, ну это смешно даже. Смешно, это за что-то и вористовало. Потому что не было причины весомой. Я объяснил причину, если ты наблюдал. Подожди. Он пишет у себя завуалированно, что у него дома наркотики. Я на это обратил внимание. Я у него спрашиваю, типа, зачем ты это пишешь? Я этого, говорит, не писал. Но он при мне ставил надписи эти, которые я видел. Чем тут не вот следствие в заблуждение? То есть он тебе какие-то данные. В смысле, какие-то данные. Я видел, что он ставит эти надписи и делает. Прямо тогда, может, он тебе дал документы, что он продает там наркотики, и они оказались фальшими. Какие документы на то, что человек дает наркотики? Ты что за бред несешь? А какие ты? За что ты его арестовал? Какие наркотики? Что ты за бред? Человек выставляет свою криминальную деятельность этими самыми надписями, пытаясь завуалировать. А, смотри. Во-первых, включаю правила одного микрофона. Во-вторых, не перебиваю. Во-третьих, смотри. Он завуализировал так. То, что он написал. Котики нарк. Продажи. Продажи котики нарк. You know? По типу... Я единственное тут не вкупаю то, что там только котов продают. Нет, ты просто очень как-то толсто его пытаешься сейчас прикрыть, потому что он якобы реально ничем таким не занимается. Хорошо. Давай попросим... Так, вот слоника, к примеру, посмотреть с другой стороны. Вот третье лицо пригласил сюда, чтобы он посмотрел на всю эту ситуацию и сказал, будет ли там нарушение... Хорошо, только смотри, подожди. А чем занимается его профессия? Которая связана с криминальной деятельностью. Угу. И ты не можешь знать, что это Аспарта. Просто от тебя гражданский... Я понял, понял, понял. ...в косплей, к примеру. То, что я знать не могу, это понятно. А почему человек, который за криминал играет, вдруг заделывался в легальный бизнес? Смотри. Люди могут по-разному отыгрывать свою профессию. Например, у него есть в подполье раб... Хорошо. И просто легальный бизнес так... Я понял, понял уже. Ну хорошо, какую ты... Как ты отыгрывал? Объясни. В чем отыгрыш заключается? Того, что ты делаешь? Продажу котиков, которые молчат. Или... Мне от этого бреда плохо. У меня лоботомия произойдет сейчас. Просто даже без вмешательства хирургического. От того, как ты это описываешь. Хорошо, подожди. Я напишу за криминал, если буду играть. Сейчас. Напишу вот так вот. Я напишу, ну, условно... Ну, это же очевидно. Я зайду за криминал, буду так вот писать. У меня будет текст Кринобус. И провокация, возможно, полиция. Если я это при них напишу. Ну, а что ты смеешься? Что, не так разве? Да, тут не поспоришь. Но, блин... Там совершенно... Не, ну, в твоей голове, может, это такой именно случай. Но, как в моей голове совершенно... Ну, ты засмеялся, ты уже с этим фактически согласился. Ну, то есть, это будет текст Кринобусом. Тогда почему то, что он делает, не будет выставлением криминальной деятельности на показ? А, смотри. Давай сейчас позовем... Ну, вон, Артика, если он не Афганилик, или какого-нибудь такого человека... Да, только я ему объясню, я ему объясню. Пусть степнется, и я ему объясню. Привет, смотри сюда. Привет, посмотри, посмотри. Нормально всё тут с текст Крином у меня? Гос, и Дон, и Ган. А что, не так? Вообще, написано какая-то фигня, если честно. А ты почитай внимательно. А, ну, написано, что Гандон... А, вот оно что. Ну, что это, нормальный текст Крин РПшный у меня будет? Не, не, не РПшный. А, а если человек пишет... Там вот Гандон написано. Не, а если человек слово наркотики берёт так же, делит и задом наперёд выставляет... Нет, это плохо, так делать не надо. Ну, я, блядь, это и пытаюсь объяснить. Человек мне доказывает, что он якобы котов каких-то продаёт. Пиздец. Ну, тебе уже третье лицо сказало на этой жалобе. Чё ждём? А там... А там что-то другое написано теперь. Это написано котики наркотики. Ну, опять, сложи дважды два. Он не имеет в виду наркотики. Сложи дважды два. Чё он думает? А-а-а! Немал, что они у тебя долго доходят. Ну, мне просто, понимаешь, они мне вдвоём и админ, и вот он доказывает, что они якобы... Что он якобы ведёт легальный бизнес, продаёт котов, играя за Крим-профессию и якобы делая какой-то легальный бизнес. Ну, какой нахуй легальный бизнес в здании кинотеатра, где ты чем-то торгуешь? Какая-то суета, я согласна, что это нехорошо. Всё, мне надо идти, а то мне тут жалоба. Тебе объяснили, объяснили, дальше думай. Я ху**ею, какие дебилы. Крим-деятельность на показ, зачем ты выставляешь? Вопросик у меня такой. Вопросик, я такой. Кот, почему я не могу котов продавать? Ты чё, реально оно не одупляешь, или ты вообще не слушал то, что говорили? При тебе, когда ты подошёл, сейчас уже админ сказал. Я, когда ты подошёл, сейчас уже админ сказал. А, ну так всё, тогда мы тут каким боком. Ты тикток решил посмотреть, ну, пожалуйста. Выставлять криминальную деятельность на показ нельзя, я прошу человека наказать за это. Ты выполнял, вот, какие рабочие. Просяд. Вот у меня же дичьи. Маньяк посидеть на битмайнере, почти киллер. Чё ещё? Ой! Маньяк. Нормально, нет? О, умереть от падения, журат. Вот это, нуля, жёбая. Домой зайди. Сейчас будут в куратах падения. Фермер, ладно, у меня фермером получалось. Так что, фермер. Уйди домой, я тебе говорю. Лицом к стене, либо домой. Чё ты делаешь? Зачем ты стреляешь? Алё, зачем ты стреляешь-то по мне, говорю? Чё я тебе сделал? Чё ты делаешь? Это очень интересная точечка. Это очень плохо. Ну, вон там челик берёт по мне, стреляет зачем-то. Просто зачем? Ну, я пошёл помидоры выращивать тогда. Убери оружие, зачем ты светишь передо мной? Специально, что ли? Нет, я перезаряжался. Ну, то есть, стрелял-то для чего? Я так очень пильпадал под одним кроликом. Так, и он хочет по новым кроликам. Чё это было? Хорошо, я же бэшечку подам. Представляю вам жалобу, которая по тупорылости своей может превзойти все остальные, которые вы видели за последние, наверное, полгода. На жалобе будет участвовать тупорылая обезьяна, которая не умеет пользоваться ни наручниками, ни оружием, ни правилами на серваке. И это при условии того, что он наиграл здесь 800 часов. Я не шучу, буквально 800 часов чел провёл на одном сервере. Ребят, я прекрасно понимаю игроков, которые наиграли на каком-то сервере до 50, там даже условно до 100 часов, и они мало просто были заинтересованы в РП отыгрыша, взаимодействии с другими игроками. А взаимодействие с другими игроками, оно зачастую несёт в себе какие-либо спорные ситуации, для этого созданы правила, чтобы регулировать это. Ну, условно, человек заходил на сервак просто получать какой-нибудь ежедневный бонус, крутить колесо, иногда там поиграть за какую-нибудь профессию, ну, пару-тройку раз в банчик улететь, и потом просто стоять либо в АФК накручивать себе время, либо заниматься застройками, какими-то дубликатами, которые тут, кстати говоря, можно продавать другим игрокам. Ну, сука, он наиграл 800 часов на серваке, где купил уже себе личную профессию, то есть закинул сюда сознательно бабки, и он до сих пор не может ознакомиться с правилами, потому что просто-напросто он не умеет читать. Меня в этой обосранной игре, в этом обосранном куда больше, чем сама игра, режиме поражает больше, знаете, не вот эти вот все админ-абузы, когда друзья кого-то покрывают. Это, хотите понимаете, хотите нет, но это объяснимо еще, почему это делается. Друзья там не хотят, чтобы их кореш получил наказание, но, естественно, за это надо наказывать. Но когда какой-то донатный чертолет покупает себе супер-профессию за реальные деньги, которые он сознательно закидывает, когда он наигрывает 800 часов на серваке, где он просто-напросто не умеет читать правила, не заметил, не увидел какое-то правило, просто он не умеет их читать и понимать. Это заставляет задуматься о том, какими веществами и насколько сильно обдолбались родители таких идиотов, что потом они умудрились скрафтить вот это вот. Мне вот интересно, я, получается, подошел на окно разбитое, встал и просто смотрю на там компанию, три человека. Ну, они просто стоят в помещении и все. Он начал пытаться меня прямо вот на окне, грубо говоря, пока я стою. Люди ходят, улица. Он пытается меня там связать в наручники, когда с оружием. И потом, когда не получается, он начинает по мне зачем-то стрелять. Но ты меня пытаешься связать, когда на улицу ходят люди и видят то, что ты пытаешься кого-то связать и украсть. Ты не выбрал для этого нормальное место, ты просто на окне, грубо говоря, которое выходит на улицу, пытаешься завязать ГОС. Затем, когда у тебя это не получается, ты берешь по мне, стреляешь. Ладно, меня там бахнули, потому что, ну, я попытался тебя задержать, хорошо, окей, нет проблем. Ну, а ты-то что делаешь? Для чего? Ну, я как бы никому никаких приказов не отдавал, ничего такого. Просто пришел, постоял, посмотрел на них и все. Он пытается меня завязать в итоге. А почему ты так делать можешь? Объясни, пожалуйста. Расширенная ФРРП. Не работает в общественном месте, где ты пытался меня завязать. Ты хоть правила прочитай, пожалуйста. Это не общественное место. Алло, алло, по каким правилам? Я тебе говорю, вот открой правила, доп. правила. Доп. правила, открой. Посмотри, общественное место на карте конкретно вот этого сервака. Что за место это было? Ты меня верни, я тебе покажу. Верни, я тебе покажу. Просто тэпнись ко мне в клоке. Что про него ничего не сказано? Ты посмотри, ты цвета различаешь или нет вообще? Смотри, у меня желтое здание, только в некоторых. Мое здание желтое, значит, оно не общество. Вот ты выходишь с ПУ налево. Там есть здание кинотеатра. И рядом с ним есть магазинчик такой с прилавками, которые открываются. Вот. И я прямо на окне стою. То есть я, грубо говоря, еще нахожусь на улице толком. Я не зашел в помещение никакое. Там люди, там челик стоит, что-то рекламе там пытается. Он при нем пытается это все сделать, меня завязать. Стреляет просто так и зачем-то после этого. Я не понимаю, зачем стрелять дальше после этого. Но не получилось тебя связать, окей, хорошо. В общем, причину объясню. В смысле причину? Тебе другое спрашивают. Ты помимо цветов что еще, буквы не различаешь? Ну, тут нету желтого цвета. Там было бы желтым цветом. Там специально отмечено здание. Такие, это здание. Алло, я нахожусь еще, грубо говоря, в общественном месте. Я на улице нахожусь. Я с улицы просто встал на окно. Я не нахожусь на территории помещения этого. Ты понимаешь это? Да ты больше на бое в нашем доме. В смысле, ты вообще на улице не дышишь? В нашем доме он не был куплен никем. У тебя, думаю, ты был не на улице. Ты был в окне, даже нога вроде на улице не находила. Алло, я не зашел в помещение. Ты этого не понимаешь, что тебе говорят? Я на окне находился, да. Не, он пытается вот это прицепиться к ноге. Но ты там, может, с рулеткой, с линеечкой мерил или что? Какой напоказ, если никто не увидел? В смысле, никто не увидел? Ну да, никто не увидел. В правилах нет такого исключения. То, что можно криминалить, если это никто не видит в общественном месте. Ты понимаешь? А, точно. А, в общественном месте. Ну, хорошо. У тебя своя правда. 800 часов на игра на правила до сих пор не в состоянии прочитать. Ты, ну, видимо, читать не умеешь. Я знаю правила. Да что ты там знаешь, господи? Я таких, как ты, уже кучу раз видел на этом сервере. Знают они правила, наиграли 800, 500, 1000 часов. И в итоге они не в состоянии читать даже. Не развиты они настолько, чтобы уметь читать огромный документ. Да не умеешь ты читать, не доказывай, пожалуйста. Не буду с тобой общаться, я объясняю. Ну, естественно, это выходит в ФРРП, Фридамаг и НРП. Трижды. За каждый пункт. Трижды? Трижды, да. Ну, ты хочешь сказать, у меня три ФРРП, ты на НРП и три? Бля, слышишь, ты вопросы правда не задавай. Ты вот когда молчать будешь, получается, в войс-чат, ты, может, реально за адекватного, за умного чела сойдешь. Пожалуйста, не спрашивай, такой бред. Да, да. Конечно. Сам говорит про трижды, и сейчас он переобувается. Да, я говорю, дополнительные правила, пункты, нарушения каждого пункта – это НРП. Ты нарушил три пункта, один НРП умножить на три – три НРП. Ты трижды нарушил НРП. Все. Что ты не понял? Я ху**ею, что за дебилы? У них с каждой сотней часов наигранных, что, мозг высыхает? Или как? То есть, это не бедный район. Я, если бы это было в бедном районе, наверное, даже бы ничего не сказал. Помимо, ну, я только за Фридомаг бы предъявил. Ну, да, связать он не смог. Зачем-то по мне выстрелил. Как итог, я хотел ударить по нему тайзером, дождаться момента, но не попал и умер. И ладно, окей, я к этому претензий не имею. Я тут что-то завтыкал и сдох. Но то, что я просто стоял и ничего не делал, тем самым спровоцировал его на то, чтобы меня связать в общественном месте, нарушить три пункта ДОП правил, ФРРП и Фридомаг, я не знаю, как это вышло. А дальше его шедевр объяснения, почему он все-таки начал по мне стрелять, он объясняет так, что я вот тебя попытался связать, не получилось. Я думал, что ты после этого на меня кинешься. Но если вы пересмотрите, то я в этот момент уже потом обращаю внимание на другого человека, потом я у него спрашиваю, что это было. У меня не было в мыслях на кого-то накидываться, стрелять по кому-то. Я просто хотел узнать причину того, почему он ведет себя как дебилоид. Потому что я предполагал, что ты заедешь, там, не знаю, на счет чего-нибудь. Подожди, ну, с того момента, как ты меня связал, прошло, ну, не то чтобы много времени, ни час, ни 30 минут. Ну, достаточно времени прошло, и я уже сказал тебе просто, зачем ты это делаешь, что происходит. Я ничего такого не сделал, чтобы ты подумал, что я сейчас на тебя накинусь. Я просто как стоял на своем месте, так и стою дальше. Я у тебя просто спрашиваю, что ты делаешь? Ты берешь по мне, стреляешь. Что ты там все надумал, ну, как бы меня особо не волнует. Я вот не пойму, в чем проблема, просто признать, что ты хуйню какую-то сделал, ну, бредовую абсолютно. Бессмысленную самую, что я видел за сегодня. Я дальше скипну огромную часть этой сраной разборки, потому что она занимает 20 минут, потому что я там пытаюсь нормально донести до человека, что он делает херню, он этого не понимает, он не может открыть правила, найти тот пункт, о котором я ему говорю. И к нам уже приходит наборка, которая уточняет по несколько раз увышки по поводу этой ситуации. В конечном итоге у него выходит нон-РП, фридамаг и фир-РП, и за это он получает баг. А фридамаг? Ну, фридамаг. Почему он нон-РП, и за это он не выявился? Ну, здесь опять не выявился, нахуй ты по мне выстрелил, ты объясни, пожалуйста. Что он мне сказал? Я не нанимался с тобой 40 минут репетитором работать, учить тебя говорить, читать, писать правильно. Ты 800 часов тут наиграл, ты нихуя не понимаешь, как прописаны правила. Я прочитал, я читал, я вот все послушал. Блин, тебе 40 минут объясняют и спрашивают, за что ты выстрелил. Ты не можешь внятного ответа дать, потом ты удивляешься, что тебе приписывают это правило. Я тебе сказал, за то, что ты не уходил, и за то, что вот я предполагал, что произойдет, в конце что произошло. Предполагал? Так этого не произошло, нахуй ты это предполагал? Ты просто под улицей решил, ты под улицей просто решил и все. А, ой, оказывается, от улицы нельзя, да, без РП причины. Вот это поворот. Сюда и фридамаг. Так, короче, выдай ему уже, пожалуйста, фир РП, фридамаг, нон РП, все. Это для меня очень странная жалоба, сука, 800 часов наиграть и не понимать базовых вещей. Ну это пиздец, это что, база для этого сервера, или что? Да, закрывай. Спасибо. Пора бы перейти к тем ребятам, которые поддерживают меня дополнительной монетой в Телеграме. Отдельное спасибо этим ребятам. А также остальным ребятам у вас на экранах.